Я очень люблю выбираться на природу. Подальше от седой городской суеты, грязного воздуха и людского непонимания. Мне повезло, что у меня есть домик в одной деревне, который расположен прямо посреди леса. Как же я любил выбираться туда на выходных. Почему любил? Сейчас я вам расскажу. После тяжелой рабочей недели я, как обычно, решил выбраться за город. Набрался продуктов, закинул их в багажник и двинулся в путь. Приехал под вечер, в дороге утомился и тут же лег спать. Уснул быстро и крепко. Я разбудил шум сигнализации машины. Ну, думаю, может, зверек какой-нибудь пробежал. Выглянул в окно, убедился, что воришек нет. И вырубил этот ужасный шум. Снова прилег. И только начал засыпать, как сигнализация снова сработала. Уже не вставая, я нажал на кнопку и все затихло. Но через пять минут сигналка снова заорала. Ну ладно, один раз. Ну ладно, два. Но больше. Начинаешь уже думать о плохом. Немного струхнув, я все же встал. Снова отключил. Но уже не лег. Я начал наблюдать сквозь занавеску, кто же решил так поиграться посреди ночи. Я наблюдал. И тут вижу, за светом фонаря в кустах начала появляться чья-то тень. И тем приближалась к машине, проявляя свои очертания. Нечто тощие, в черной одежды, ростом под два метра. С длинными, тонкими руками не спеша подошло к машине. Стукнуло по колесу и отошло обратно. В этот момент я понял, что время начинать бояться. Трясясь от страха, я отключил сигнализацию и продолжил наблюдение. Нечто вышло из кустов. Подошло к воротам, перекинуло дуку через них и убрало перегородку, держащую ворота закрытыми. Меня сковал страх. Кто это? Что ему от меня нужно? Почему оно не уходит? Я не мог пошевелиться. Мурашки от моей головы пробегали до пятой обратно, отдаваясь в тель крупной дружью. Во рту пересохло. Мысли панически стали рисовать страшные картины. Стиснув зубы и сжав руки в кулаки, я пришел в себя и со всей возможной быстротой побежал по лестнице на первый этаж. И только рука потянулась нажать на выключатель, чтобы найти что-то, чем можно было худо-бедно защититься от гостя, я замер. Замер, потому что оно глядело в окно. Прижав руки к стеклу, оно высматривало, есть кто-то дома или нет. Тут я понял, все эти проделки с машиной были для того, чтобы выманить жертву наружу. Зачем? Я не хотел и не хочу знать этого. Но факт есть факт. Оно здесь, и оно ищет меня. От его дыхания окно начало запотевать. И я был рад этому, потому что я не мог оторвать взгляды от его лица. Кожа цвета золом, покрытая морщинами. Глубокие маленькие черные глаза, похожие на бусинки. Вместо носа были две тылки. Дыхание было настолько тяжелым и хриплым, что у меня у самого сводило легкие. Губ не было. Были только два ряда острых желтых зубов. Меня не было видно, ведь я был в глубине дома. Но я просто так уходить оно не собиралась. Постояв у окна, оно подошло к двери. Стук. За ним еще один. В щели под дверью я увидел, как оно пытается просунуть пальцы под дверь. Ручка бешеная начала дергаться вверх-вниз. И звуки. Это не было похоже на человеческий голос. Это было звериным рычанием. Знаете, когда у собаки начинаете отбирать кости, она рычит от злости. Нечто похожее на эти звуки, только злее и утробнее издавало это существо. Я знал, что если оно меня услышит, то не оставит в покое и найдет таки способ добраться в мой дом. Поэтому я просто лег на лестнице и ждал. Когда же все это закончится? Слезы непроизвольно текли по моему лицу. Как бы я их не сдерживал. В висках начало постукивать. Да так, что казалось, душа сотрясается. Я отключился. Проснувшись, я сразу глянул на дверь. Она была на месте. Так счастлив я не был никогда. Став со ступенек, я выглянул в окно. За окном уже был день. И солнце на небе стояло довольно высоко. Недолго думая, я поднялся наверх, взял ключи и, не собирая вещей, пошел к машине. Выйдя за порог, я увидел на земле его следы. Доказательство того, что я не псих. Об этом также говорили отломанная ручка, царапины на двери и доски от ворот, которые валялись посреди дороги. Запрыгнув в машину, я уехал прочь из этой деревни. По дороге я включил радио и услышал, что в районе этой деревни утром нашли тела двух девушек. Трубы были изувечены и сброшены в болото. Все-таки оно нашло то, что искало. Редактор субтитров А.Семкин